Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Прямая телефонная линия как маркер городских проблем. Самопредседатель Брестского грузполкома Сергей Лободинский провел субботний интерактив с жителями города. Путь в тысячи ли начинается с первого шага. Город над Бугом посетила делегация провинции Хэбэй. На встрече в многофункциональном центре говорили с представителями Брестского грузполкома. Обсуждали торгово-экономическое сотрудничество, вопросы в сфере транспортной логистики, образования и медицины. Крупнейший в Беларуси таможенный грузовой пункт пропуска Козловичей отмечает круглую дату – 40 лет со дня открытия. Анастасия Мелюшкевич о 40-летних изменениях, о дне сегодняшнем и о перспективах развития пункта пропуска. Студенчество, успех, единство. В Бресте прошли республиканские студенческие дни. «Я Беларусью дорожу, я здесь учусь, я здесь живу» или молодежный воркшоп, инициированного ко дню народного единства. Об этом и не только в программе «Итоги недели» на канале БугТВ. Сегодня прошла прямая телефонная линия с председателем городского исполнительного комитета Сергеем Лободинским. За три часа общения онлайн с жителями областного центра Брестский градоначальник смог развернуто ответить на 21 вопрос. Темы без изменений на злобу дня. Оно и понятно. Ведь мелкие вопросы решаются оперативно и быстро, а вот те, что с заковыкой, сразу отправляются к руководителю города. Решить сложные ситуации, выслушать каждого и помочь не только словом, но и делом. Такие задачи ставит себе мэр города перед началом субботнего интерактива. Какие проблемы были взяты под контроль лично, вопросы какого характера, о задачах ли председателя, а также о том, что сейчас волнует людей. Обо всем этом прямо сейчас. Традиционный субботний интерактив, когда представители вертикали власти выходят на связь с брещанами онлайн, пользуются спросом. Сегодня за три часа прямой телефонной линии председатель Брестского горсполкома Сергей Лободинский смог развернуто ответить на 21 вопрос. Все они разные. От благоустройства территории до вопросов личного характера. В социальных сетях появилась информация, что планируется строительство дома именно для педагогов. Я работаю воспитателем дошкольного образования в седьмом детском саду с момента его открытия, вот уже 6 лет. Своего собственного жилья у меня нет. И вот меня интересует вопрос, когда по плану будет построен дом именно для педагогов и на каких условиях можно будет получить в нем арендную сортиру. Значит, действительно, мы в этом году в преддверии схода с преподавателями, наставниками, анонсировали, что планируем на следующий год начать строительство многоквартирного жилого дома возле политехнического университета, технического, да, нынешний технический университет, на площадке, значит, которые они передают нам городскую коммунальную собственность. То есть, планируется уже, так скажем, отработан план посадки, это будет, скорее всего, 120-квартирный дом. Значит, для кого планируется, это, конечно, в первую очередь для работников двух университетов, и, конечно, мы же не забываем про свои школы, дошкольные учреждения. Принцип будет такой, что, во-первых, люди должны быть нуждающиеся, да, и у тех, у кого отсутствует жилье на территории города Бреста. Поэтому сейчас мной было дано поручение, чтобы отработали с контингентом лиц в отношении, так скажем, кто претендует и не имеет такого жилья в городе, для того, чтобы составить некий, так скажем, алгоритм или подход, который был бы понятен для всех. Поэтому я думаю, что у вас все есть шансы, если у вас нет жилья, попасть в этот дом. Городоначальник поделился, что очень хотел бы, чтобы следующими, кто может рассчитывать на городское жилье, стали специалисты жилищно-коммунальных служб. И, вероятнее всего, у этой темы будет счастливое продолжение. А вот надеяться на хэппи-энд Алексею Васильевичу в его истории не приходится. У мужчины 42-летний сын, инвалид-колясочник. Они живут на первом этаже, но силы, чтобы поднимать и опускать сына, уже не те. А канитель со строительством пандуса тянется целую вечность. Первый этаж, и мне уже восьмой десяток, очень тяжело поднимать, и грыжи пошли. Выход один, построить балкончик. Почему-то в нашей квартире три комнаты, единственные, наверное, в доме нету балкона. Написали заявление в районный балкон, дали добро. Написали, составили проект архитектурный, подписал главный архитект, районно-полковский, города Сутягин и областной Николай Голосин. Сделайте проект, делал проект. Потом начинаются всякие вот такие вещи. В цвете сделал, потом это сделал, потом топографию сделал, потом изыскание сделал. И теперь такой вообще странный вопрос. А у каждого дома, оказывается, есть периметр дома и маленький периметр для обслуживания жрел. У нас жрел, жест номер один. Идите в жрел, меняйте границу на эти два метра. Ну, такое смешное. Сергей Николаевич взял эту ситуацию под личный контроль и обещал решить ее как можно скорее. Остальные вопросы, которые были озвучены на прямой телефонной линии, касались жизни города. Того, что больше всего волнует брещан. Освещение, ремонт, благоустройство. И все они были взяты на карандаш. В целом, вот мы рассматривали за 7 месяцев вопросы обращения, да, в рамках директивы второй. И надо отметить, что количество обращений вышестоящей органы в отношении областного исполнительного комитета, в частности, сократилось почти на 30%. По городу, надо сказать, что количество обращений возросло объективно. И причину этого мы всего видим, тот объем работ, который мы делаем по городу. Нельзя не заметить и не отметить это. И, наверное, вот сегодняшняя прямая телефонная линия, больше люди звонили с предложениями и предупредить ситуацию на будущее в отношении, в первую очередь, кровельных работ по домам, где сегодня, так скажем, понимая, какая стихия была несколько недель назад, люди просто переживают, чтобы, не дай бог, чего-то не случилось. Есть вопросы по благоустройству, которые, так скажем, носят системный характер. Это, в частности, люди обращались по улице Скрипникова, по улице Богданчука, где взяты эти вопросы на контроль. И в ближайшие, так скажем, месяцы мы приступим. И по следующему году, я думаю, масштабно будем выполнять эти работы по благоустройству, асфальтированию. Все это говорит о том, что брещане прекрасно понимают, местная власть способна и готова решать локальные вопросы. Кроме того, горожане не остаются равнодушными и подталкивают представителей городского управления расти и развиваться дальше, в том числе и за счет просьб благоустройства всех городских районов. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем программу. Ни для кого не секрет, что, несмотря на большое географическое расстояние, разные часовые пояса у двух стран – Синеокой и Поднебесной – есть много точек соприкосновения. От похожих традиций, уходящих корнями в далекое прошлое, до единого взгляда на будущее мироустройство. Еще два года назад Беларусь и Китай установили наивысший в истории уровень отношений – всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а потому частые плодотворные визиты делегации Китайской Народной Республики и Беларуси стали наглядным примером высокого уровня отношений между двумя странами. Накануне город над Бугом посетила делегация провинции Хэбэй. Гости говорили с представителями Бресского облсполкома о важном, обсуждали торгово-экономическое сотрудничество, вопросы в сфере транспортной логистики, образования и медицины. Мы побывали на встрече и готовы рассказать вам обо всем подробнее. Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем развиваются активно и динамично. Делегации из Поднебесной в Брестском регионе гости постоянные. Так, накануне в Брест с рабочим визитом прибыла делегация провинции Хэбэй Китайской Народной Республики. Цель поездки – укрепление отношений двух народов, а также создание площадки для обоюдовыгодного сотрудничества в различных сферах и отраслях жизнедеятельности от экономики до культуры. Данная цель обоснована и понятна, ведь Брестская область привлекательна для инвесторов, и доказательством этому служат интересы стороны представительств бизнеса стран СНГ, Европы и Азии. У нас подписано соглашение с предприятием из провинции Хэбэй, с которым мы сегодня встречаемся. В первую очередь это касается логистики, потому что мы находимся на узловой станции Шелкового пути. Поэтому сегодня в первую очередь мы будем обсуждать логистические возможности, мы представим возможности области и будем находить взаимные интересы в экономической сфере, но не только в экономической, в социальной сфере, в сфере туризма и так далее. В первую очередь мы заинтересованы в технологиях, в производстве и, как я уже сказал, в логистике. Перспективы в этом направлении есть. Мы недавно были в провинции Леонин, сегодня у нас в гостях в провинции Хэбэй. С Леонином у нас есть уже определенные договоренности, озвучивать я их не буду, но в дальнейшее время, конечно же, будут китайские инвестиции. Ну и, как вы знаете, уже неоднократно озвучилось, в том числе и представителям Грецкого областного исполнительного комитета, о том, что сейчас реализуется крупный проект в городе Брановича с компанией Медея по производству холодильников. Между Белоруссией и Китайской народной республикой уже давно установлены прочные дружественные деловые контакты и доказательством тому большое количество соглашений, где каждый из сторон получает свои преференции. А потому так важно перед любым сотрудничеством найти те моменты, где мы можем быть максимально полезны друг другу. В ходе визита бизнесмены из КНР познакомились с социально-экономическим потенциалом Брестской области, а также с деятельностью свободной экономической зоны Брест и остались очень довольны. У нас очень большой потребительский рынок. Общий объем розничных продаж потребительских товаров в 2023 году достиг 3 триллиона 33 миллиарда юаней, что составляет более 7% от общего объема продаж в стране. И мы вот сейчас приехали в Брестскую область. Для того, чтобы найти наши общие точки соприкосновения для сотрудничества, использовать преимущества нашей провинции Хэбэй и Брестской области. Провинция Хэбэй имеет многовековую историю, где живет порядка 75 миллионов человек. Это один из важнейших индустриальных районов Китая. Здесь масса полезных ископаемых, ведется добыча каменного угля, железной и медной руды, а главное – нефти. Экономика здесь многопрофильная, и ее развитию способствует густая разнообразная транспортная сеть. Кроме того, немаловажным остается и то, что между этой провинцией и Брестской области есть два важных пути сообщения, которые значительно упрощают дальнейшее сотрудничество. Но не на одной логистике будет построена крепкая дружба. Мы подождились на то, что это касается только логистики, но я понимаю, что у нас есть большие знания и в сфере обучения, и в сфере медицины, и в сфере производства. Касательно логистики, у нас, да, действительно подписаны соглашения с компанией Тайтон и с компанией Лайфан. И мы действительно заинтересованы в торгово-логистической сфере, как строительство распределительных центров у нас, потому что все-таки мы являемся воротами в Западную Европу, и воротами в том числе и на Северную Европу, да, это наши эти страны, Балтийского моря, Литва, Латвия, Эстония. Так и, я думаю, что, или по крайней мере надеюсь, что скоро закончатся вопросы, связанные с Украиной, и Брест тоже находится на границе с Украиной, поэтому всегда это было удобное логистическое направление. За последние два года внешнеторговый оборот Брестской области с КНР вырос вдвое и составил более 423 миллионов долларов. На данный момент подписаны соглашения Брестской области с четырьмя провинциями КНР, и есть все шансы, что после данного визита эта цифра станет чуточку больше. Ведь, как говорил древнекитайский философ Лао Цзи, путь в тысячу лей начинается с первого шага. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». В программе «Итоги недели» только главные новости. Важные и интересные. Крупнейший в Беларуси таможенный грузовой пункт пропуска Козловичей отмечает круглую дату – 40 лет со дня открытия. История его создания началась с Олимпиады, которая прошла в СССР в 1980 году. Для беспрепятственного следования гостей в Советский Союз правительство приняло решение о переориентации грузовых потоков, создании отдельных терминалов для движения грузового автотранспорта. Сегодня это один из главных транспортных пограничных коридоров нашей страны. Он очень выгодно расположен в рамках трансграничного перемещения. Через пункт пропуска проходит основное движение грузовых транспортных средств. Сегодня терминал способен пропускать свыше 2000 грузовиков в сутки. Наша съемочная группа посетила пункт пропуска Козловичей и узнала, как он изменился с момента своего образования, а также о перспективах развития пункта пропуска, ведь он продолжает модернизироваться, чтобы отвечать требованиям времени. Анастасия Мелешкевич продолжит тему. Пункт пропуска Козловичей на белорусско-польской границе отметил 40-летие с момента открытия. На данный момент это единственный путь для грузового транспорта в западном направлении и одна из основных точек внешней границы Евразес. По-своему, уникальный пункт таможенного оформления не имеет аналогов на территории нашей страны. Сегодня общая площадь Козловичей составляет свыше 33 гектаров. Площадь всех зданий и сооружений – более 21 тысячи квадратных метров. При ритмичной работе польской стороны здесь могут пропускать более 2000 транспортных средств в сутки. В среднем же в настоящее время за сутки оформляют до 1500 машин в обоих направлениях. Это самый крупный грузовой терминал как в нашей стране, так и один из крупнейших по советскому пространству. Во-вторых, он очень выгодно расположен в рамках разграничного перемещения. Расположена транспортная сеть, входящая в состав второй трансевропейской транспортной сети, которая соединяет напрямую Париж, Берлин, Варшаву, Минск, Москва. И сегодня через пункт пропуска проходит основное движение грузовых транспортных средств. Если говорить немного о цифрах, среднесуточная способность – это около 1500 грузовиков. И с каждым годом, начиная от после ковидного периода, количество грузовых транспортных средств увеличивается. И если говорить за 8 месяцев, по сравнению с прошлым годом, количество грузовиков увеличилось порядка 6%. Понятно, что это не проектная способность. Проектная способность пункта пропуска – 2000 транспортных средств. Но все мы прекрасно с вами знаем и понимаем, в рамках санкционного давления количество грузовых транспортных средств уменьшилось. С момента своего образования Козловичи претерпели значительные преобразования. Были проведены три реконструкции. В результате здесь, среди прочего, функционирует стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Имеются рампы и боксы углубленного досмотра и оборудование для контроля радиационной безопасности. Четыре веса габаритных комплекса и автоматизированная система за распределением транспортных средств по секторам. Буквально в 2023 году мы завершили очередную реконструкцию пункта пропуска. Что такое реконструкция? Это, во-первых, комфортные условия для всех служб, работающих в пункте пропуска. Это, во-вторых, это безопасность и комфорт для граждан, пересекающих границу. Что, безусловно, сказывается на транзитной и туристической привлекательности нашей страны. Постоянно растущий поток требовал от нас принятия каких-то мер по увеличению пропускной способности. И в течение этого периода было проведено три реконструкции. Первая реконструкция была завершена в 2003 году, в результате которого, помимо этого здания, здесь было изначально по четыре канала в каждом направлении. После первой реконструкции здесь стало по восемь каналов в каждом направлении. Плюс ко всему добавилась площадка, где водитель смог оставить транспортное средство и идти в здание для оформления. Вторая реконструкция была завершена в 2009 году. Это была самая масштабная реконструкция, в результате которого было введено в эксплуатацию новое здание государственных контрольных органов. Вот это вот здание. В принципе, оно сейчас неразрывно связано с Козловичем и, можно сказать, что оно является символом этого пункта пропуска. Вот. И плюс ко всему, после второй реконструкции было возле этого здания новая рампа, создана с большим количеством мест, с увеличенным количеством икон для оформления. Мы могли разместить большее количество сотрудников и должностных лиц государственных контрольных органов. И в результате второй реконструкции пропускная способность была увеличена до 2400 транспортных средств в сутки в обоих направлениях. Гостями пункта пропуска Козловича стали ветераны службы. За годы многое поменялось. Старое здание перестало нести основные функции, а процедуры оформления и контроля теперь полностью высокотехнологичные. Хотелось бы пожелать нашим сотрудникам, что, учитывая, что на сегодняшний момент у них комфортные условия, создано все для таможения, для работы, хотелось бы мне пожелать им профессионализма в принятии решения, качественной работы. Сейчас вся работа, мы посмотрели, вся работа идет полностью автоматизированной. Значит, у нас было все-таки больше бумажной работы, очень. Функции сейчас сотрудники таможни выполняют совсем другие, как транспортные инспекции, как пограничный контроль осуществляют, паспортный контроль. Так что у нас такого раньше не было. Сейчас все это на высшем уровне. Великолепные условия для водителей создаются. Хотя вы видите, что очереди не прекращаются. Здесь эта самая сопредельная сторона работает очень слабо. В наше время, в то время, когда мы здесь были, тоже сопредельная сторона иногда нам ставила палки в колеса. Тоже собирались очереди. Но такого, как сейчас, не было. Сейчас вы видите, что транспортные средства все иностранные. Наши белорусские транспортные средства за границу не пропускают. Приезжают, но торговля идет, идет. Значит, приезжают, грузы привозят, все иностранные транспортные средства. Таможня работает отлично. То, что мы увидели, нет никаких нареканий. Совершенно. Несмотря на технический прогресс и внедрение самых современных технологий, главная составляющая успешной работы – это люди. Сегодня на посту трудятся свыше 200 должностных лиц обрезкой таможни. Занимаюсь непосредственно на данном рабочем месте – это работа с документами, оформление транспортных средств, оформление грузов, а также проведение других видов контроля. Главное – это внимание. Внимание. А настроение только позитивное. Потому что без позитивного настроения работа с людьми невозможна. Я начинала с таможенного поста Козловича, поэтому 12 лет работы я провела здесь. Поэтому, конечно же, вспоминается тот день, когда я пришла на работу первый раз. Вспоминаются те люди, с которыми начинала работать. Анастасия Мелешкиевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович. Специально для программы «Итоги недели». В эфире «Итоги недели» мы продолжаем программу. Молодежная столица 2024 – наш славный город Брест. В очередной раз встречает студентов из разных регионов в рамках проведения республиканских студенческих дней. В этом году проект приобрел новые масштабы и расширил количество участников, заслуженно получив статус международного. Обширная и разноплановая культурная программа проекта «Я Беларусью дорожу, я здесь учусь, я здесь живу» или молодежный воркшоп, инициированного ко Дню народного единства, позволила посетить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», поучаствовать в мастер-классах и обменяться опытом. И, конечно же, по традиции пройтись по Брестским улицам парадом под слоганом «Студенчество, успех, единство». Моя коллега Янина Даниленко побывала на всех локациях этого форума молодых. Ее мнение – проект просто крутой. Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина широко распахнул свои двери для студентов из всех уголков Беларуси и России. При поддержке Министерства образования Республики Беларусь стало возможным существование проекта «Я Беларусью дорожу, я здесь учусь, я здесь живу» или молодежный воркшоп в рамках Республиканских дней студенчества. Посвященный Дню народного единства форум сплотил ребят из разных учебных заведений и стран. Открытие состоялось в особо значимом для дружественных государств месте – мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Участники почтили память защитников, оборонявших крепость, и возложили цветы к вечному огню. В 2024 год в Республике Беларусь город Брест получил почетное звание являться молодежной столицей нашей страны. И на протяжении всего периода 2024 года уже тысячи молодых людей с разных уголков Республики Беларусь, Российской Федерации, других государств, дружественных Республики Беларусь посещают наш город, где находится мужественная крепость-герой. Мое пожелание вам, чтобы вы сохранили то, что имеет наше государство. Ведь не просто так глава государства сказал, когда мы проводили, в этом году было Всебелорусское народное собрание, он сказал такие слова – время выбрало вас, вас, молодежь. И поэтому ваша задача – сохранить то, что на протяжении 30-летия конституционного периода нашего молодого государства, писать вам историю нашего будущего и сохранять то, что мы имеем. Мы уже в третий раз принимаем у себя студенческие дни, студенческие, республиканские студенческие дни в Бресте. Ну, очевидно, этот проект развивается, и это отрадно отметить, и приобретает международный статус в силу того, что наши партнеры заинтересовались нашим предложением, откликнулись на него. На самом деле, хорошие партнерские связи университета существуют со многими университетами и России, и других стран. Конечно же, мы готовы организовывать такого рода мероприятия и приглашать на них всех. А в этом году у нас участвует более 100 ребят в мероприятии из 13 университетов, включая зарубежных гостей, и наш Пинский колледж. Это ребята, конечно, неравнодушные, это ребята, которые избрали, уже давно избрали педагогическую профессию, как свою стезю. Конечно же, мы очень рассчитываем на то, что здесь установятся или укрепятся связи между ними, они продолжат общаться, и, может быть, в будущем это приведет к появлению новых проектов, чему мы будем безумно рады. В этом году Бресту присвоен статус молодежной столицы. Студенческая молодежь активно и с гордостью поддерживает инициативу государства и достойно несет звания, принимая участие в республиканских студенческих днях. Проект расширил свои границы, и в этом году к нашим соотечественникам присоединились студенты из Российской Федерации. Форум органично вписался в череду мероприятий патриотической направленности, что воспитывает молодежь и формирует в ней чувство национальной самодостаточности. Сегодня в Бресте открылись студенческие дни. Очень важно, что базой этого мероприятия стал именно Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина, потому что здесь есть большой опыт волонтерского движения, большой опыт студотрядовского движения, именно педагогического, потому что, я так понял, здесь собраны все высшеучебные заведения, которые имеют педагогический профиль. Очень важно, что открытие мероприятия проходит в стенах Брестской крепости, потому что, действительно, это мегка патриотизма, мегка единения и сохранение исторической памяти у каждого белоруса. Мероприятия проходят у нас, мы этому очень рады, рады встречать. И, конечно, я уверен, что каждый студент, который приехал сюда в гости к студентам наших двух вузов, я уверен, что они получат колоссальный опыт, потому что здесь запланировано очень много различных идеологовых площадок, мастер-классов. Это становится уже традиционным мероприятием для Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. И очень важно, что первый регион, он везде первый, он является инициатором таких молодежных движений. Очень важно, что здесь хорошо живется студентам. Безумный интерес, так как я историк, надо... Ну, каждый историк должен оказаться в Брестской крепости, я считаю. Это удивительно просто. Это документальные фильмы, безумные просто архитектурные монументы. Я даже не знаю, как это писать, слов даже не находятся. Я, на самом деле, первокурсник, и это, правда, удивительная возможность сразу же первым курсом оказаться в Бресте, Беларуси. И, правда, я очень счастлив. Мы благодарим нашего ректора, наших деканов факультета за возможность присутствовать на данном мероприятии. Благодарим, конечно же, Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина за такой теплый прием. Мы благодарны, нам все очень нравится, программа очень насыщенная. Мы надеемся, что дальше будем продолжать сотрудничество. Принимающий гостей Брестский государственный университет имени Пушкина постарался организовать студентам яркие и насыщенные дни. Молодежь с большим удовольствием приняла участие в различных воркшопах, открыв в себе новые таланты и увлечения. Изготовление памятных сувениров из разного вида материалов вызвало большой интерес среди участников. Сегодня будем тоже проводить занятия по лепке, работа с глиной, вот таким материалом, не всем знакомым, необычным, хотя он традиционный. Для того, чтобы познакомиться людям с этими забытыми технологиями, материалами, ушедшими, может быть, уже где-то уходящими от нас. Рассказать, показать, как работают вот эти материалы, что они дают нам, зачем они нам нужны. Обойти журналистский марафон в фокусе Брест мы не смогли. Съемочная группа отправилась туда, где у каждого была возможность попробовать себя в роли журналиста. Одно из основных направлений – День народного единства. Тема вдохновила многих на написание интересного сюжета. Студенческие дни, вот эти полтора дня, они прошли достаточно насыщенно, ярко. Мы познакомились с городом Брестом, хотя здесь я не первый раз, но каждый раз, когда я приезжаю сюда, я испытываю невероятные эмоции от красоты этого города и вот этого исторического такого, исторической атмосферы, которая наполняет этот город буквально на каждом шагу. Мы сейчас пишем о Дне народного единства и в целом о впечатлениях ребят в процессе их пребывания в Бресте. И для меня тоже это очень интересно, потому что у каждого свои взгляды на это место и свои взгляды в целом на форум, где мы находимся. Для кого-то это способ познакомиться с новыми людьми, для кого-то это способ улучшить свои навыки и умения в профессиональной сфере, а для кого-то просто отдохнуть и насладиться моментом. Мы работаем над журналистским марафоном, активно берем интервью, знакомимся с ребятами, параллельно развиваем навыки коммуникации, пишем статью, прикрепляем фото, в общем развиваемся. Наша статья посвящена, собственно, отзывам и интервью ребят, которые также, как мы приехали на этот марафон, на тему Дня народного единства, опять же, патриотизма и в целом впечатлений о городе, в котором мы приехали. Парад студенческой молодежи под слоганом «Студенчество, успех, единство» объединил ребят в едином ярком порыве, в порыве креативных идей, эмоций и желаний. А праздничный концерт стал ярким акцентом и подарил студентам хорошие воспоминания и эмоции на год вперед. Руководство университета имени Пушкина наградили высшее учебное заведение и их представителей, выразив слова благодарности организаторам и тем, кто оказал поддержку. Нам очень понравилось Бресте. Здесь очень уютно, чисто, красиво. В первый день нас отвезли на мемориальный комплекс Бресте. Показали там очень красивый фильм. Мы очень углубились в историю вашего города. Также на следующий день мы пошли на всякие мастер-классы. Мы лепили из глины. Нам очень понравилось. Нам сказали, что обязательно возвращаться в следующем году, чтобы получить наши заветные сувенирчики. Захотели представить свою страну, немножечко необычно, и чтобы это запомнилось. Немножечко скромненько, красивенько, чтобы все понимали красоту дружеской страны. И хотели, так сказать, по-масштабному поучаствовать в вашем шествии. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Для программы «Итоги недели». Сегодня столетний юбилей отмечает общественная организация «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Осень 1924 года стала отправной точкой в работе по созданию учебно-производственных предприятий и городских отделов общества слепых в БССР. Инициативу по защите прав и интересов граждан с нарушениями зрения в настоящее время продолжает БелТИС, в состав которого входит 7 областных организаций, 13 унитарных предприятий, 9 из которых производственные, на них работает огромное количество людей с проблемами по зрению. Сегодня данная организация объединяет более 7 тысяч человек. Только в Брестской области насчитывается и более полутора тысяч. Анастасия Мелешкевич о том, чем сегодня живет товарищество и какие цели на будущее ставит перед собой в юбилейный день. Потеря зрения – это страшная беда для каждого человека. А люди, которые стали заложниками этой проблемы, сильны духом. Ведь именно они заново учатся преодолевать жизненные сложности и побеждать. И помогает им в этом Белорусское общество слепых, которое было создано в 1924 году. Его главная цель – привлечение незрячих людей к общественной работе, организации их досуг, образовании быта. За вековую историю обществу удалось объединить в своих рядах сотни тысяч человек, которые не опускают руки из-за диагноза, а всем сердцем желают помогать другим, ощущать прелесть каждого прожитого дня. Белорусское товарищество инвалидов по зрению – это общественное объединение. Главной целью и задачей которой является повышение уровня и качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Наше товарищество объединяет на сегодняшний день более 7 тысяч человек. Только у нас в Брестской области их порядка 1700. Хочу сказать, что в основном структуру нашего товарищества составляют наше центральное правление, наши 6 областных, теперь уже 7 областных организаций, 6 областных имеется в виду и 7-я Минская отдельная организация, 13 унитарных предприятий, 9 из которых производственные, и на них работает тоже огромное количество людей с инвалидностью. Наше товарищество, конечно, создано для людей с инвалидностью по зрению и живет и работает ради этих людей. Людей, у которых нарушено зрение, достаточно много в мире, и каждый из них хочет жить, развиваться, работать. Одним словом, быть как все. А потому одно из самых важных направлений деятельности товарищества – социально-трудовая реабилитация людей с нарушением зрения. На данный момент по всей стране более 4 тысяч человек инвалидов по зрению активно работают на предприятиях. Внешний быть ничем не отличается от будней работников других предприятий. Есть смена, есть объем запланированных работ. А еще есть чувство локтя, опора и поддержка со стороны руководства. Людям с ограниченными возможностями гораздо сложнее получить рабочее место, чем здоровому человеку. Но, тем не менее, надо быть справедливой, потому что в нашей стране делается много для того, чтобы люди с инвалидностью были все-таки трудоустроены. Во-первых, я сказала, что у нас в системе уже работает масса наших специализированных предприятий, на которых работают наши люди. Кроме того, конечно, люди с инвалидностью по зрению работают в разных сферах. В сфере здравоохранения у нас очень много массажистов, ребят молодых, которые заканчивают груднинский техникум и работают за тем массажистами. Многие, конечно, работают в системе образования. Поверьте, у нас много историков, психологов и так далее. Работает в социальной защите много людей. То есть и в культуре, потому что людей у нас очень много талантливых. Что касается трудоустройства, конечно, вторая и третья группа, она проще вопрос решается. Более проблематичным является вопрос трудоустройства людей с инвалидностью по зрению первой группы. То есть у кого очень низкий остаток зрения или тотально незрячие. Но поверьте, что и эти вопросы решаются. Решаются на самом высоком уровне, имеется в виду при трудоустройстве людей. Вот мы часто решаем вопросы, конечно, с комитетом по трудозанятости и социальной защите. Это наши главные партнеры в плане трудоустройства людей. Это решается и нашим центральным правлением, в частности, нашим руководством во главе с Олегом Александровичем Шепелем. Уделяется огромное внимание вопросу трудоустройства людей. Поэтому, скажем так, работы еще масса. Но и работа делается большая. Сегодня в стране на достойном уровне создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. В Бресте также ведется планомерная работа по обеспечению условий безбарьерной среды. Занижение бордюров на пешеходных переходах и создание переходов с применением ярко-желтых тактильных наземных указателей. А также появившийся в Бресте эффективный помощник для людей с ограниченными возможностями – гусеничный подъемник БАРС. Те темпы, которые последние 2-3 года, они впечатляют. То есть, вы видите, уже на сегодняшний день никого не удивляет ни тактильная плитка, ни информаторы. То есть, люди к этому относятся уже очень спокойно, да? То есть, это удобно не только для инвалидов по зрению, это удобно для всех. Вот. И я уверен, что в ближайшее время, то есть, будет еще больше объектов, еще больше учреждений, которые могут посетить все, в том числе инвалиды по зрению. Социальная ориентированность нашего государства позволяет ежегодно реализовывать множество проектов, один из которых в скором времени найдет свое воплощение в усовершенствовании доступной среды. Министерство, когда ищет защиты, сейчас создало очень хороший проект, где каждый объект в каждом городе, в каждом населенном пункте будет светофорным. То есть, три цвета. Красный – это вообще нету безбарерной среды, желтый – это частичная безбарерная среда, зеленый – это полная доступность для всех инвалидов. Вот. И с каждым годом это должно, ну, скажем так, повышаться, и в этом заинтересованы будут не только государства, ну, и те частные люди, частные организации, у которых магазины, там, аптеки. Ну, вот. Законодательство – это уже на сегодняшний день требует. Праздничная дата – это время подводить итоги, говорить друг другу слова благодарности и признательности. В этот раз со сцены слово «спасибо» звучало для них. Людей, которые посвятили себя работе с особенными людьми, создавая им комфортные условия. Дипломы, грамоты и благодарности получили самые достойные. Мне, конечно, очень приятно, и общество помогает, и областное управление нам всегда помогает, вот, ценит наш труд. Несмотря на то, что объединение Белтиз – день праздничный, не раз разговор на мероприятии уходил в рабочее русло. Планов и идей у представителей товарищей немало, а главное – есть желание воплощать их в жизнь. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. Если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова